Нижневартовская городская поликлиника с 1 августа вводит электронные карты пациентов. Цифровизацию будут внедрять поэтапно. Окончательный переход на электронные носители запланирован на январь 2020 года. Современный подход значительно облегчит работу медперсонала, а для пациентов сделает комфортнее посещение лечебного учреждения. Добавлю, до 2022 года все медорганизации Югры будут подключены к единой информационной системе. Причем доступ к электронным документам будет и у пациентов через личный кабинет «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг. Все подробности расскажет Жена Кузьмина. Заполнить электронную карту пациента, по мнению врача-офтальмолога Елены Мурин, так же просто, как и привычную, бумажную. Все данные медики уже давно заносят в компьютер, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. Все остальное придется дорабатывать уже на практике. Например, регулировать время, потраченное на шаблон. Он пока по техническим причинам долго загружается. В идеале же, замечает врач, работа пусть и с виртуальной, но документацией не должна длиться дольше пары минут, чтобы оставшийся прием полностью посвятить пациенту. Мы хотим, чтобы все-таки программа была быстрой, качественной. Информация вносилась только та, которая нужна. Лишней информации, чтобы не вносилась. У нас тоже есть такие проблемы, что остается лишняя информация, которая не должна быть в листе. Она должна просто уходить автоматически. Ну то есть вот эти вот моменты мы сейчас исправляем. Вот, поэтому идеально, чтобы одну-две минуты на медицинскую документацию, все остальное было для пациента. У электронных карт есть большое преимущество перед бумажными носителями. Их невозможно потерять и исправить. Все данные от врача попадают в МИАЦ, Медицинский информационно-аналитический центр, расположенный в Департаменте здравоохранения ЮГРЫ. Канал связи зашифрован так же, как, например, в банке. А доступ к ним будут иметь только специалисты. Возможно, в перспективе, естественно, обмен информацией между другими учреждениями. То есть мы сокращаем время, маршрутизацию пациента. Мы будем видеть, какими он заболеваниями болел ранее во всех посещаемых учреждениях. И это облегчит работу естественного врача. В том числе и скорость оказания медицинской помощи. Однако и от привычных индивидуальных карточек врачи пока не намерены отказываться. Все данные пациентов продолжают дублировать в бумажном виде. В будущем все рукописные истории болезни с огромных стеллажей должны уместиться на небольшой карте памяти. Но вот когда это произойдет, медики пока не уточняют. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.